Клетка для мелких въярковых птиц К мелким вярковым птицам относятся птицы размером со щегла или канарейку. Клетка должна иметь простую прямоугольную форму. Это связано с тем, что птица в клетке должна делать минимум 1-2 взмаха крыльями, перелетая с жердочки на жердочку. В материалом клетки может быть металл, дерево или пластик. Минимальные размеры для содержания одной птицы 40 см длина, 20 см ширина и 20 см высота. Но в такой маленькой клетке птице будет некомфортно. Она быстро ожиреет, что приведет к ее плохому самочувствию и атрофии мышц. Птицу в маленькой клетке необходимо обязательно выпускать в комнате для полетов и тренировки мышц. Каждый день по 2-3 часа. Более подходящими будут размеры 50-60 см длина, 30-35 см глубина клетки и 35-40 см высота. Состояние между прутиками 10-15 мм. Эти размеры для одной птицы. Систить клетку необходимо каждые 3-4 дня. Не реже, можно чаще. В клетке должны быть минимум 2 жердочки, поилка, поддон, кормушки и минимум 2 дверцы для удобства обслуживания клетки. Жердочки надо располагать так, чтобы птица, сидя на ней, не задевала хвостом стенки, не загрязняла пометом воду и корм. Лучше использовать дерево для жердочек, но бывают и пластиковые жердочки. Толщина жердочки должна быть такой, чтобы пальцы обхватывали жердочку на 2 трети. Это приблизительно 12-15 мм. Кору снимать не нужно. Желательно поставить жердочки разного диаметра. Это полезно для тренировки лап. Жердочки можно изготовить самому из веток кладовых деревьев. В таких клетках я использую эти жердочки. Я их делал сам. Лобзиком отпиливал и делал пропил, за счет которого держится эта жердочка. Поддон у клетки. В магазинных железных клетках поддон из пластика, что на мой взгляд очень удобно и практично. В поддон можно сыпать речной песок, который необходимо промыть и прокалить в духовке. Если песок магазинный, то это не обязательно. Я пользуюсь газетой. Вырезаю под размер поддона газету и ставлю. Под газету сыплю аптечную ромашку от внешних паразитов. У большинства моих клеток есть сетка на поддоне. Она необходима для того, чтобы птица не контактировала с пометом. Но есть и минус. Все, что птица роняет из кормушки, будет вне доступа на дне. Например, снегирь, раскусив ягоду, пополам ест одну половинку, а вторая половинка падает на дно. Получается расход корма. Мы опять же падаем на поддон, зерно или ягоды. Загрязняются пометом, и их поедание нежелательно. Кормушки бывают разного типа, открытые и закрытые. Разного диаметра и разного назначения. Я предпочитаю закрытого типа, благодаря тому, что от них меньше мусора. Но их можно использовать лишь с обсиженной птицей, которая не бьется в клетки. Иначе птица может биться и застрять в кормушке. В клетке должно быть минимум три кормушки. Одна для зерна, одна для мягкого корма и одна для минеральной смеси. Также у меня есть еще одна кормушка под яблоко или огурец. Вот эта кормушка. Она дешевая. 10-15 рублей. Птицам нужно и купаться. Не меньше двух-трех раз в неделю следует ставить купалку с простой чистой водой. Для такой клетки я использую навесную купалку закрытого типа. Так меньше брызг, чем от чашки, если ставить ее на дно. Вода не загрязняется, когда птица купается с плотки на дне. Наливаю 2 сантиметра воды. Много наливать нельзя, птица может и утонуть. Я применяю такие паилки. Они удобны. Когда их моешь, можно достать и пальцем. Мою щеточкой зубной, баушной. Паилку нужно ставить рядом с гордочкой. Тогда птица сохранит хорошее оперение и не будет прыгать на стенку, чтобы попить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...